приветствую друзья на связи андрей жариков со мной также сегодня геннадий сережин привет геннадий приветствую всех и мы сегодня хотим обсудить такую приятную статью которая опубликована было еще в январе но в общем то я думаю что статья не менее актуальны и сейчас потому что она называется достижение суперкопилки за 2021 год и поскольку геннадий сотрудничает суперкопилки уже достаточно давно имеет богатый опыт в общем то наверное как раз при приятно всегда обсуждать достижение так геннадий хорошо начну тогда зачитывать приветствуем всех участников сообщества суперкопилка а также тех кто только собирается пополнить ряды успешных финансово независимых людей вот и завершил завершился 2021 год этот год был наполнен разными событиями для всего мира но главное событие как и всегда это стабильная работа и развитие нашего сообщества суперкопилка в этой статье мы хотим свою очередь поблагодарить вас дорогие участники за вашу активность доверие команде суперкопилки активное участие в жизни сообщества в течение прошлого года а также поделиться с вами основными достижениями которых добилась суперкопилка совместными усилиями за прошедший 2021 год итак давайте подведем итоги посмотрим на результаты которых мы добились ну что ж такое позитивное можно немножко дополнить конечно можно немножко заполнить хотелось сказать то что суперкопилка поддерживает свои традиции потому что это уже третье опубликование подведения итогов за всю историю суперкопилки впервые было опубликовано достижения суперкопилки за 2019 год также было опубликовано достижение суперкопилки за 2020 год и вот уже третий раз суперкопилка публикует достижения за 2021 год я Я считаю, что это очень большой плюс команде Суперкопилка, потому что данные публикации, они, скажем так, позволяют участникам видеть реальную ситуацию в проекте, видеть, как проект двигается, куда двигается, в каком направлении, видеть все плюсы данного проекта. И невольно, когда видишь такие вот публикования, естественно, появляется у всех участников, и новеньких, и стареньких, естественно, повышается гордость за то, что каждый участник является участником именно этого проекта, именно Суперкопилки. Рождается гордость за проект, за себя, естественно, что ты не упустил эту возможность и стал участником именно такого прекрасного, шикарного, я бы сказал, проекта. Поэтому вот эта традиция, она очень важна, я считаю, для всех, для новых, для старых участников. Естественно, для создания такой статьи были приняты усилия не только, я думаю, именно команды Суперкопилки, но и также консалтингового центра, который организован в Суперкопилке. Вообще, я считаю, что это очень большой плюс и очень хороший плюс, положительный плюс в том, что данная традиция Суперкопилки поддерживается, и ежегодно такие подведения итогов выставляются как бы на общий просмотр каждым участникам. Ну, можно сказать, определенное подведение итогов, да, за прошедшим годом. Да, 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 определенное подведение итогов. Хорошо, переходим к следующему разделу – практику. На протяжении трех лет у каждого участника была возможность повысить свою финансовую грамотность, узнав все тонкости и механику работы Суперкопилки. За 2022 год 448 участников прошли обучение и получили сертификаты, подтверждающие завершение всех курсов практикума с супервайзерами, и 154 участника прошли практикум в виде тестов. Полученные знания дали возможность участникам досконально понять механику работы Суперкопилки и узнать глобальные цели проекта, позволили получить все бонусы, которые предлагает наше сообщество и умело ими воспользоваться, построить успешные стратегии и выйти на пассивный доход, обрести финансовую свободу самим и помочь в этом родным и знакомым, рассказывая им о Суперкопилке, построить и развить свою партнерскую структуру. Геннадий, скажи, пожалуйста, здесь указано 448 участников прошли обучение. Ты был одним из этих 448? Да, в этом, вернее, в 2021 году, это уже был у меня второй раз, когда я проходил практикум, первый раз я проходил практикум в 2020 году, поэтому могу сказать, что, во-первых, каждый раз, каждый год, даже каждые полгода идут какие-то обновления, идут какие-то дополнения в этот практикум. Проект совершенствуется, естественно, совершенствуется сама система обучения. И за 2021 год 448 участников прошли обучение. Здесь проходит обучение это и те люди, которые желают стать участником колл-центра, консантингового центра Суперкопилки, но и также любой участник, который только что пришел в проект и желает более досконально разобраться в работе проекта, каждый участник, каждый участник может подать заявку и пройти практикум обучения по работе проекта или же в виде тестов или же с помощью супервайзеров. Ну, я скажу, что я проходил два раза и мне больше понравилось, конечно, с супервайзерами. Почему? Потому что это чисто мое мнение, может быть, у кого-то оно другое, чисто мое субъективное мнение, что когда проходишь обучение с супервайзерами, более лучше понимаешь материал, более лучше понимаешь механику, понимаешь, ну, проходишь более качество обучения супервайзерами. А в виде тестов, ну, не знаю, мне, честно говоря, как-то не очень. Кому-то, может быть, нравится, кому-то не нравится, но что такое в виде тестов? То есть тебе дали ответы, допустим, один вопрос и чтобы взять ответы, нужно их выбрать. Поэтому я говорю, я считаю, что супервайзерами процесс обучения получается более качественным. А супервайзерами, вернее, в виде тестов это можно предложить, допустим, новому участнику, который, ну, в общем-то, только зарегистрировался в проекте и быстро, поверхностно, то есть он не желает там слишком глубоко вникать, я так считаю, а так поверхностно в общих чертах изучить проект без углубленного обучения. Поэтому я говорю, я проходил два раза и проходил с супервайзерами. Мне этот процесс более понравился, и я лично рекомендую всем именно проходить обучение практикума с супервайзерами. Ты оба раза проходил с супервайзерами? Да. Ты подтверждаешь то, что здесь написано, что благодаря такому обучению, ну, те, кто прошел обучение, лучше понимают механику работы суперкопилки и так далее, вот эти все нюансы? Да, несомненно, абсолютно верно. Потому что действительно вот сам вот этот вот процесс обучения, который, ну, назвали практикум, он составлен и разработан участниками проектов, участниками суперкопилки, которые уже очень продолжительное время. То есть многие там участники, которые с самого рождения суперкопилки стали участниками и до сих пор, скажем так, идут вместе с суперкопилкой. Они как раз и оказывали всяческую поддержку в разработке обучающего материала, в разработке всех вот этих вот тестов или там ответов, вопросов и так далее, и так далее. То есть всего материала. Ну, это называется разработали методологию обучения, да? Ну, да, да, да. И могу сказать, что действительно, когда начинаешь проходить обучение, все досконально понятно, ясно, очень доступным языком написано, простым языком. То есть справиться с этим обучением может абсолютно любой человек, независимо от возраста, независимо от уровня подготовки какой-либо. То есть это, в общем-то, очень качественный материал. Я рекомендую, в общем-то, пройти всем, если кто еще не проходил. Хорошо. И вот здесь приводится таблица со статистикой. Благодаря практикуму в виде тестов мы получили следующие результаты. Подали заявки участники 1196, всего завершило практику 207, выдано сертификатов 617, участники, получившие сертификаты 154. Я вот, правда, не очень понял, если сертификатов выдано 617, почему участников 154, или там бывает, что один участник может несколько... Что такое сертификат? Да, что такое сертификат? Весь практикум, весь вот этот процесс обучения разбит как бы на кусочки. Этих кусочков, ну, не знаю, тут дальше есть информация, я что-то не просматривал. Ну, разбит на определенные, как бы, пункты обучения. И за каждый такой вот урок, вернее, курс, курс, разбит по курсам. И за каждый курс человек, участник, который проходит это обучение, получает сертификат. То есть, к примеру, 200 человек подали заявку. Кто-то мог пройти 4 курса, кто-то 3, кто-то 7, кто-то 8. Ну, то есть, и получить сертификаты разное количество. Ну, кто-то посчитал, может быть, ему этого достаточно. То есть, здесь нет какого-то навязанного, здесь нет каких-то обязалов. Ну, захотел участник изучить, скажем так, начальные курсы. Прошел, сертификаты получил и оставил. Дальше посчитал, что ему это не надо. Ну, я говорю, здесь нет каких-то обязалов, обязательств. Сколько считаешь нужным, столько изучай. Поэтому здесь и такие вот цифры получаются. Вообще, вот чисто за практикум, если мне память не изменяет, я получил 7 сертификатов. Чисто за прохождение практикума. Если я говорю, память не изменяет. То есть, там несколько курсов, 7 курсов. В каждом курсе несколько уроков. В каждом уроке несколько вопросов. То есть, вот таким образом построено обучение. И, отвечая на вопросы и отдавая на проверку супервайзерам каждый урок, ты получаешь от супервайзера обратную связь. Для супервайзера расписаны, на какие вопросы ты правильно ответил. Если какие-то вопросы ответил неправильно, то супервайзер предлагает данный вопрос еще раз просмотреть и уточнить. Ну, как правило, дополнение. То есть, участник мог, допустим, не полностью, не раскрыто ответить на какой-то вопрос, и супервайзер предлагает дополнить данный вопрос, и затем уже принимает полностью ответы за весь этот урок. Таким образом, проходит обучение. Понятно. Продолжаем. Благодаря распространению практикума с супервайзерами, с помощью активности наших участников, мы получили следующие результаты. Подали заявки участники 1381, проверено уроков 31912, завершено уроков 24247 и выдано сертификатов 3601. Ну, если смотреть по этой статистике, действительно, я вижу, что количество людей, которые предпочитают именно обучаться супервайзерами, все-таки больше. То есть, видимо, этот формат большему количеству людей нравится. Да-да-да. Я правильно понимаю, что когда человек, допустим, проходит в виде тестов, то результат тестов, там происходит проверка автоматом. Правильно, неправильно ответил. Да-да-да. Совершенно верно. А когда супервайзером, это все-таки живой человек, и он тебе, как говорится, поясняет, например, дополнительно делает какие-то пояснения. Что именно ты там... Ну, не столько пояснений, а сколько просто пишет супервайзер, что на данный вопрос ответ неполный или ответ вообще неправильный. И также вместе с этим ответом со своим супервайзер присылает ссылку, по которой участник может пройти и конкретно этот вопрос еще раз пробежаться, просмотреть, изучить. И в ответном письме прислать уже более правильный или более развернутый ответ на данный вопрос. Ну, это живое обучение, скажем так, как вот в школе, да, есть ученик, есть учитель. А не робот какой-то или там не компьютер. Компьютер захочет посчитать правильный ответ. Запятую забыл поставить. Компьютер посчитал, что запятая не стоит, значит, и правильно. Хорошо, продолжаем. Программа компенсации потерь стоп-скам и стоп-долги. В 2021 году по программе компенсации потерь стоп-долги, в рамках которой новые участники сообщества могут вернуть себе потери, понесенные в мошеннических проектах, лопнувших банках, за пользование кредитом, ипотекой, за покупку, оплату обучения, бронь отеля, оплату страховки и другие потери, 470 новых участников получили компенсации на сумму более 3 миллионов 420 тысяч тет. То есть получается почти 3,4 миллиона долларов. Данная программа является замечательным инструментом для приглашения новичков. К программе компенсации потерь стоп-скам, по которой суперкопилка сотрудничает с бизнес-партнерами, в 2021 году присоединилось 2 новых партнера, всего участвует в программе 15 бизнес-партнеров. Всего 798 участникам, зарегистрированных от бизнес-партнеров в 2021 году было начислено компенсацией на общую сумму 461 тысяча тет. А вот скажи, пожалуйста, здесь, что такое бизнес-партнеры, потому что здесь написано, в 2021 году присоединилось 2 новых партнера, а всего 15 бизнес-партнеров. Кто это такие? Я так понимаю, бизнес-партнеры – это, скорее всего, блогеры. То есть те, кто продвигает суперкопилку именно с помощью своих сайтов, или YouTube-каналов, или сайтов блогов, своих блогов. То есть дают информацию о том, что существует такая программа, с помощью которой можно получить компенсацию. Вообще эта программа очень, конечно, стимулирует новичков именно к регистрации, потому что большинство людей, которые ищут доходы в интернете, естественно, они сталкивались с другими проектами, которые рано или поздно сосками, куда-то исчезли, пропали или потерялись. Люди, как правило, где-то как-то что-то теряли, какие-то средства. И суперкопилка, таким образом, имея вот такую программу, она позволяет участникам своим, именно новым участникам, не стали, которые уже там по нескольку лет в суперкопилке, а именно те, кто вот только новый участник, кто-то зарегистрировался, этому участнику компенсировать какие-либо потери, которые он понес из других проектов. Я считаю, это очень даже большой плюс, потому что там эта компенсация, она дается участнику на 26 недель, то есть практически на полгода. И от этой суммы каждый раз при составлении инвестиционных программ к собственным деньгам участников добавляется 20%. Я считаю, это очень даже плюс большой. Затрачивая на 20% меньше своих собственных денег, ты можешь создать инвестиционные программы с плюсом на 20% больше. В любом случае, это хорошее подспорье. Тут, я думаю, никто не будет спорить. Да, естественно. Даже вот Андрей может тоже как бы своим опытом поделиться, потому что он как раз и попробовал вот эту программу на себе, испытал на себе. Свои ощущения можешь рассказать сам. Нет, эта программа полезна. И, конечно, Суперкопилка не может там направо и налево просто раздавать деньги, как говорится, если человек где-то что-то там потерял, но именно в формате промо-счета использовать средства дополнительных к собственным деньгам. Это хороший вариант. Отлично. Так что, собственно, кто еще не пользуется этой программой, рекомендую ознакомиться. Дальше продолжаем. Акции и конкурсы в сообществе. Всего на протяжении 2021 года в Суперкопилке было проведено 10 различных успешных акций и конкурсов для всех категорий участников сообщества. И начислено 3023 приза и бонусов. И здесь есть статистика мероприятия и сумма, полученная участниками на счет предоплаты всего. Так, акции 1 миллион 33 тысячи 800, флешмобы 40 тысяч 440 тет, конкурсы партнеров 7 тысяч 780, конкурсы отзывов 4 тысячи 302, другие акции 21 тысяча 380. Что, Геннадий, можешь сказать по акциям и мероприятиям? Ну, могу сказать то, что команда Суперкопилки в принципе делает все для того, чтобы участникам Суперкопилки было интересно находиться в самом проекте, было интересно участвовать в проекте. Таким образом создаются акции, флешмобы, конкурсы, и участник со временем, конечно, со временем, не сразу, начинает не просто быть участником, он начинает чувствовать себя частью огромного какого-то там сообщества, огромной семьи, огромной семьи, можно даже так сказать. Здесь очень интересное общение между людьми происходит, есть чаты, где просто люди общаются друг с другом, какие-то вопросы друг другу задают, и вот эти вот все акции, флешмобы, это также вызывает у людей не только интерес, но и также они становятся более сплоченными, более дружными, участвуя в тех или иных акциях, они делятся своими мнениями друг с другом, также может и партнер со своими там партнерами, которых он пригласил поделиться, то есть это все больше работа, скажем так, на сплочение коллектива, ну я так считаю, нет, конечно, деньги это немало важно, но деньгами, на деньгах все не останавливается, да, здесь также возникает интерес участия в самом проекте, причем интерес моральный, не только материальный, но еще и моральный, моральный, духовный, можно сказать, и все эти акции, флешмобы и все прочее, они как раз и создают такую вот теплую атмосферу в проекте, я так считаю. Отлично, ну в любом случае то, что проводится много таких мероприятий, акций, конкурсов, это безусловно говорит о том, что администрация проекта заинтересована в дальнейшем развитии и выделяются в общем-то такие немаленькие бюджеты для этого, да, которые стимулируют участников, так что конечно это грамотный ход в любом случае. Проведено 106 презентаций для новичков сообщества, которые посмотрели более 131 тысячи человек. Благодарим каждого, кто проявил активность в участии по акциям и конкурсам, презентациям от сообщества, а также всех тех, кто присылал нам свои идеи, которые положительным образом отразились на развитии суперкопилки. Следующий подзаголовок 8 лет сообществу. Вот уже 8 год подряд 13 мая суперкопилка празднует свой день рождения, а это значит, что 8 лет участники нашего сообщества уверенно идут рука об руку и помогают друг друга достигать благополучия и достатка. 13 мая 2013 года это день, когда все начиналось и было основано сообщество взаимного финансирования суперкопилка. 8 лет ежедневной упорной работы привели нас к сегодняшнему дню. Мы смотрим на пройденный путь, на людей, которые шли вместе с нами и радуемся, ведь с каждым годом цели и планы развития сообщества вырисовывается все четче, а число людей, обретающих финансовую свободу, беспрерывно растет. По случаю 8 годовщины сообщества мы поделились с вами планами по развитию нашей механики на ближайшие годы, ознакомиться с которыми можно в статье «Все только начинается». Дорогие сотрудники, участники, партнеры, консультанты консалтингового центра, благодарим вас за то, что вы двигаетесь вперед вместе с нами все эти годы. Ну, я так понимаю, что уже сегодня сейчас февраль, то есть уже буквально через сколько получается, март, апрель, май, через три месяца уже 9 лет будет, в мае этого года. Да, уже как раз будем праздновать 9-летие Суперкопилки. Ну, в общем-то, срок довольно-таки внушительный, срок интересный, и действительно даже вот за мой небольшой промежуток времени участия в Суперкопилке, изучая проект и понимая, как все это работает и куда двигается Суперкопилка, можно действительно с уверенностью сказать, что все только начинается, потому что планов очень много и развития, и планы просто грандиозные в Суперкопилке, но я думаю, что и в будущем Суперкопилке тоже очень-очень грандиозные. Отлично. Следующий раздел консалтинговый центр. В этом году, 4 июня, консалтинговому центру Суперкопилки исполнилось три года, то есть, надо полагать, это в 21-й год имеется в виду. Развитие консалтингового центра не может не радовать и участников нашего сообщества, то есть, если отсчитать три года, это получается 21-й, 20-й, 19-й, да, 18-й, то есть, консалтинговый центр был создан в 18-м году. Развитие консалтингового центра не может не радовать и участников нашего сообщества, ведь именно благодаря нашим квалифицированным консультантам и их вышестоящим руководителям консалтингового центра, участники, входящие в подразделения консалтингового центра, выстраивают правильные графики выплат и несомненно получают свой пассивный доход. Прошлый 2021 год мы очень хорошо поработали и, конечно, получили крутые результаты. Сегодня мы с радостью хотим поделиться нашими достижениями благодаря непрерывной работе всей команды консалтингового центра за весь 2021 год. В подразделение консалтингового центра присоединилось 226 новых руководителей и сейчас на момент написания статьи у нас числится 257 подразделений. В подразделение КЦ, как в Кинзадзе, консалтингового центра, подключено 38 075 новых участников. Участниками сообщества, которые находятся в подразделениях КЦ, было создано 717 488 новых программ финансирования. Сумма взносов по созданным программам финансирования новыми участниками составила 25 185 501 тету. Доход, который создали руководители для сообщества Суперкопилки, составил 12 93 375 тет. В отображаемой ниже таблицы вы можете увидеть разницу между 2019, 2020 и 2021 годом. Вот здесь на экране можно как раз увидеть разницу в цифрах. Конечно, цифры колоссальные, если сравнить, допустим, подключились в подразделения КОЛ-Центра. В 2019 году 84 человека, в 2020 году 127, в 2021 году 226. То есть рост в 2021 году лучше, чем в 2020 году. Геннадий, скажи, пожалуйста, а что такое подразделение консалтингового центра? Сколько человек туда входит? Вот я являюсь руководителем консалтингового центра. Я являюсь финансовым консультантом. это и есть руководитель консалтингового центра. Какое-то количество людей, оно никак не определено. Это может быть 10 человек, а может быть 500. То есть сколько человек у меня будет в моей команде? Оно может быть разным. То есть смотри, подразделением консалтингового центра может быть человек ну я вот являюсь руководителем у меня есть подразделение которое потихоньку растет когда я начинал 12 человек 13 человек но сейчас уже больше больше и больше да то есть смотри подразделение консалтинговый центр это получается энное количество инвесторов и партнеров которым консалтинговый центр помогает ну так я понимаю которым помогает данный есть финансовый консультант все есть подразделение ну хорошо я просто для себя хочу пояснить когда мы видим цифру двести двадцать шесть подразделений это что значит двести двадцать шесть консультантов присоединился двести двадцать шесть новых консультантов просто написано подразделение присоединилась двести двадцать шесть новых руководителей я понимаю но просто слово подразделения обычно подразумевает что там больше чем один человек вот я хочу но подразделение это вот все те люди которые я понял я консультационные услуги услуги поняла помощь естественно я вот один и у меня потихоньку потихоньку мое подразделение растет кто-то сами приходят там кого-то я приглашаю кто-то по партнерской программе приходит по разным причинам подразделение потихоньку растет оно может быть там и сто человек у одного финансового консультанта и пятьсот но ведь даже в подразделении колл-центра подключено тридцать восемь тысяч новых участников то есть пришло новых двести пятьдесят семь руководителей по 226 новых руководителей а подключено тридцать восемь новых участников вот в эти подразделения вот они все вот в этих 226 у 226 финансовых консультантов понятно но собственно на твой взгляд то есть да цифры в таблице безусловно показывают что цифры растут до каждый год увеличиваются то есть в целом работа именно консалтингового центра то есть вот в чем ты видишь и ее пользу для сообщества ну если сравнивать то время я лично допустим только зарегистрировался суперкопилки как раз тогда я в июне зарегистрировался как раз в июне стал естественно тогда все это только начало рождаться процесс обучения стал так более активно внедряться в суперкопилку зарождаться и внедряться естественно с того времени и финансовые консультанты стали более грамотными и более профессиональные вопросах суперкопилки потому что я не знаю как тогда но чтобы сейчас стать финансовым консультантом суперкопилки нужно пройти в общем-то хорошее серьезное обучение и это обучение как раз и помогает обучение и теоретическом плане и практическом это обучение как раз и помогает более квалифицированно более профессионально консультировать новых участников и помогать им достигать тех результатов которые они хотят чего не было там в начале восемнадцатого года в шестнадцатый год допустим вспомнить семнадцатый год этого ведь не было поэтому когда участники ну кто как сообразил тот так и участвовал кто как понял то как то есть смотри получается вот суперкопилка существует с тринадцатого года а именно консалтинговый центр был создан в июне две тысячи восемнадцатого то есть получается первые пять лет скажем так да помощь оказывалась но наверное тут многое зависело от того у кого грамотный руководитель да то есть если например кому-то повезло и он прис подключился в команду именно грамотного руководителя который мог ему объяснить какие-то нюансы да по созданию программ то наверное этот человек все делал правильно и меньше совершал ошибок и так далее но а если не повезло если человек там где-то услышал про суперкопилку и зарегистрировался там по первой попавшейся ссылке то наверное тяжело было разобраться да вот этот момент поясни ну в общем то опять же не у всех есть желание кому-то что-то объяснять да но в принципе в принципе есть люди разные и если человек зарегистрировался по партнерской ссылке человеку который ты подключил что я разбираюсь человек пришел на пассивный доход да и он не хочет тратить свое время на какие-то объяснения да ну я тебе что насильно что-либо зарегистрировался ну и давай разбирайся я тоже тут сижу разбираюсь там поэтому не все скажем так еще имеют желание что-то объяснять хорошо если действительно попадешь там или старому знакомому да или там старому товарищу с кем давно уже в разных проектах он если уже разобрался и может что-то объяснить тогда он будет объяснять а если допустим я сегодня подключился а мой партнер завтра подключился я еще ничего не знаю он тем более ничего не знает и я ему даже и не могу ничего объяснить ну давай давай будем разбираться вместе ну как хочешь так и разбирайся кто-то скажем так действительно начинает разбираться и продолжает свое участие а кто-то посмотрел на все это дело махнул рукой да ну и ну чё первый раз что деньги где-то терял ну и ну и ладно я разбираться нигде не хочу поэтому в этом ты прав кто-то объясняет своим подключившимся скажем так по партнерской программе а кто-то и ничего не объясняет поэтому и большое количество людей те времена в те годы взять там те же там 14 15 16 года очень большое количество людей просто бросали свои кабинет не разобравшись не попытавшись даже разобраться вынесли какую-то сумму насколько понимание хватило ну сделали там одну две программы и хватит на этом понятно ну то есть резюме так такое что вот на твой взгляд именно внедрение консультационного центра и это правильный шаг да потому что все таки здесь уменьшается вот этот вариант случайности и суперкопилка со своей стороны старается делать все возможное предоставить любую помощь чтобы у человека все получилось дальше идет статистика на текущий момент времени в консалтинговом центре мы имеем следующие показатели по статусам консультант 320 руководителей специалист 70 мастер 19 топ менеджер 4 руководителя и директор один руководитель сравнение с прошлыми годами мы имеем следующие показатели за двадцать первый год то есть видно что растет количество консультантов и специалистов мастеров и так далее кстати вот тоже хотел спросить наверняка ведь среди среди тех кто сейчас является консультантом или специалистом наверняка же есть люди которые не собирались ни в чем так и в таком участвовать то есть они пришли суперкопилку чисто на пассив а потом им понравилась сама система работы да и они со временем созрели для того чтобы стать консультантами ну чисто если допустим взять мой личный пример я же не планировал здесь быть вообще даже восемнадцатом году я только зарегистрировался у меня и мыслей таких не было просто со временем когда я уже понял что я что-то здесь знаю что здесь понимаю просто появилось желание делиться своими знаниями делиться своим опытом и помогать участникам которые только сейчас регистрируются в проекте с первого дня делать правильные вещи правильные шаги как бы передать свой опыт передать свои знания оказать помощь потому что я говорю тогда когда я только зарегистрировался такого еще не было так развито это еще еще все не было иногда все по-другому было до консультанты были ну как могли они так и консультировали понял я не понял через свои там может быть какие-то шишки как ты рассказывал осваивал методом проб и ошибок да да естественно если бы вот те знания которые сейчас есть мне бы туда отправить там посылки какой-нибудь естественно я сейчас был бы и на другом уровне с другими доходами другими бы выплат ну ничего зато опыт знания люди какой-то удовлетворение от того что большую часть работы я все-таки сделал сам это в общем-то тоже сказывается мы сейчас вот есть просто желание и именно вот вот этот вот кусок непонимание взять на себя у новых участников и им уже дать тот результат который бы они могут более короткий срок достичь да я думаю и согласись как это русская поговорка да что битый как там битый небитого а за одного небитого за одного битого двух небитых дают когда ты сам наделал ошибок ты лучше понимаешь почему надо делать именно так а не вот так а потому что через боль пройдена через лишние материальные затраты и все это естественно хорошо отложилось рекомендуем делать так как говорит консультант если хотите экспериментировать то сначала посоветуйтесь да 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 я экспериментировал если нужен опыт по экспериментам обращайтесь но хорошо я тогда другой вопрос задам но ведь это не значит что экспериментировать плохо да то есть эксперименты вот у тебя были удачные когда вот ты выбирал какую-то стратегию она давала хороший результат естественно в ходе своих экспериментов я все-таки в конце концов приходил к тому результату которому я хотел в конце концов я доходил просто можно допустим в москву поехать там на самолете по прямой полететь да а можно там на машине через ну не знаю рязань там еще через какие-то города ну то есть к тому же результату можно прийти различными способами можно быстрым коротким путем а можно через обходные пути но к тому же результату да это знаешь напоминает помнишь этот фильме бриллиантовая рука там как раз милиционеру руководителя спрашивал а не надо там этот не стоит а а вот это попробуйте да вот как раз наверное как примерно так да консультант он как раз выполняет роль такого руководителя который уже сразу может сказать что сработает какая стратегия действительно рабочая а какую даже лучше и не по не пробовать хорошо хорошо продолжим эти достижения были получены в результате сплоченной и командной работы каждого руководителя консалтингового центра ркц мы гордимся нашими руководителями и искренне благодарим их за труд заботу об участниках и отличные достижения по созданию дохода помимо этого мы улучшили качество обслуживания участников нашими консультантами к ц теперь каждый участник может сообщить о любой не оптимальный не оптимальности со стороны ркц или некачественной консультации для этого мы выпустили статью консалтинговый центр для участников и создали специальную форму через которую участник может обратиться к администрации к цэ консалтингового центра каждого из участников нашего сообщества мы приглашаем к сотрудничеству с консалтинговым центром приходите к нам в подразделение к цэ и мы откроем вам секрет гарантированного успеха а также научим достигать цели и воплощать мечты в реальность чтобы присоединиться к нам первое подать заявку в академию к цэ обучиться и стать руководителем к цэ форма заявки по ссылке второе начать сотрудничество с одним из руководителей к цэ в качестве партнера приглашая новых участников его подразделения чтобы руководитель к цэ консультировал ваших приглашенных и полностью их сопровождал спешите узнать условия по ссылке и присоединяйтесь к команде успешных лидеров ну а на твоей на твоей памяти на за время твоей практике то есть действительно ли а вот здесь написано что если там консультации бывают некачественные то есть может такое быть да что консультант может быть сам не до конца в чем-то разобрался и тоже какие-то ошибки совершает или все-таки это такое большее исключение такая редкая ситуация ну в общем то есть такие моменты но как правило не у меня лично у меня пока еще не было просто рассказывает мы что же там общаемся с друг другом информация передается были случаи когда действительно участники жаловались консультировать центр на своего финансового консультанта там руководителя концентра жаловались именно на не качественную консультацию или там но но как правило все вот эти вот вещи они проходили тогда когда сам участник уже что-то нахимичит у себя и с целью оправдание самого себя сделать виновным финансового консультанта а я типа вот я хороший вот с этой целью как раз и очень хорошо придумано все консультации проводить под запись чтобы финансовый консультант мог доказать реально чья вина неоднократно были случаи когда действительно вот такие вот люди жаловались это я считаю нечестные непорядочные участие жаловались совершая сами лично какие-то определенные ошибки но пытаясь обвинить во всем этом консультанта что якобы это он неправильно но благодаря тому что все консультации проводятся под запись все финансовые консультанты которые сталкивались с таким вопросом негативно благодаря вот этим записям выходили можно сказать там чистыми из воды да или там сухими из воды да такие случаи были да понятно это как в известном фильме моментов я не знаю других моментов я не знаю потому что ну лично нас как обучают мои там вышестоящие там если я в то сомневаюсь если я чего-то я что-то не вундеркин да я могу что-то подзабыть да я изучал все моменты все нюансы память у всех людей разная да я тоже как бы не компьютер могу что-то какие-то моменты подзабыть но если я в чем-то не уверен что-то скажем так не знаю или не допонимаю лучше я скажу подожди пока давай остановимся на этом моменте и уточню какой-либо вопрос который встал на данный момент и затем встречу со своим участником продолжим уже делать правильные вещи ну не знаю во всяком случае такая вот политика идет и не так вот идет обучение всех консультантов именно вот таким образом решать все вопросы я не думаю что серьезные какие-либо проблемы должны возникнуть у участника благодаря неправильным консультантом своего руководителя консалтингового центра понятно хорошо в любом случае я так понимаю как раз есть определенная иерархия то есть над консультантами стоят специалисты более высокого уровня которые все равно контролируют работу и в случае чего могут принять какие-то меры правильно конечно могут даже проконсультировать и самого же консультанта и здесь нет ничего такого как бы зазорного или сверхъестественного ничего такого а вот смотри нормальное явление да смотри мы с тобой со времен даже вот наших с тобой первых бесед про супер копилку ну заметили да что все таки даже ролики на ютубе у разных людей разных консультантов супер копилки все равно есть немного разные стратегии то есть один вот следует такой стратегии другой следует другой то есть не бывает такого что например там один консультант своим людям рекомендует делать вот так но другой консультант но считает что такая стратегия не совсем правильно или или в определенных рамках это все допускается ну ролики то мы смотрели но эти все ролики были записаны именно консультант а понятно там были ролики которые были записаны такими же участниками которые не проходили никакого обучения ну просто да может быть в каких-то моментах работы супер копилки разобрались и консультировали своих партнеров минуя финансовых консультантов так как они считали нужны то есть они реально не были но понятно имели никакого отношения консультировали на свое усмотрение поэтому говорить что там что-то финансовый консультант что-то там может неправильно проконсультировать как раз вот после вот таких вот участников приходится очень долго разгребать они проконсультируют так им с материальной точки зрения выгодно совсем не задумываясь о том а что дальше а каково будет этому участнику дальше вот они сегодня там в течение полугода заработали на партнерских и они довольны и счастливы ну эти партнеры уйдут другие придут подумаешь какая она хотя опять же вот мое наблюдение показывает что я всегда за ну долгосрочную пользу потому что если проект извините уже почти 9 лет существует то есть и я понимаю что люди которые зашли в супер копилку там 5 там 6 7 8 9 лет назад и продолжают с этим проектом сотрудничать то есть у них результаты соответствующие уже так хорошо перейдем к следующему разделу отключение перфект мани конце мая 21 года платежная система перфект мани выдвинула новые условия для проекта увеличение процента комиссии за пополнение что составляет 999 ну я забавляю такие цифры типа мы вам скидочку сделаем целый цент мы вам сбросим 10 10 процентов это уж ту мачта слишком ну чтобы звери какие-нибудь но сбросим вам один цент до о чем все участники были уведомлены посредством статьи прощания с перфект мани но буквально недавно перфект мани снова отменил комиссию на пополнение и теперь пополнению для участников снова без дополнительной комиссии также супер копилка продолжает сотрудничать с платежной системой никс мани как показывает время она оказалась лучшим решением из централизованных платежных систем слушай а перфект мани вообще как-то объясняла то есть что это им взбрело в голову такую дикую комиссию они посчитали что супер копилка ведет агрессивную какую-либо там деятельность в связи с этим они и подняли в этом что-то химически в этом хотя по большому счету да не говори то есть супер копилка делает им огромные обороты финансово скажем с каждой транзакции зарабатывают комиссию хорошую но они видимо почувствовали что в сторону супер копилки идут большие потоки переходы туда-сюда выплаты взнос ну и решили может быть там немножко нагреть руки дай-ка позаработаем вот понимаешь меня эта ситуация опять наводит на мысль вот все таки как плохо когда какая-либо компания или там кошелек является монополистом да потому что когда он монополист он начинает вот так вот выкручивать руки вот хорошо что есть альтернативные варианты супер копилка я так понимаю сказал ну хорошо не хотите ребята мы с вами прощаемся и все там миллионные обороты которые мы вам делали ну извините вы с ними тоже попрощайтесь и эти сразу ой мы передумали мы передумали оставайтесь с нами мы все снижаем конечно конечно и понимаешь удивляешься так вы ребята когда вы такие решения принимаете вы головой то своей думаете или как или у вас там не знаю кто какие-то идиоты там сидят как из фильма там джим керри тупой еще тупее да вот такие у вас там специалисты сидят зарплату получают да ну вот просто опять же хорошо когда есть конкуренция и пожалуйста не хотите как хотите будем будем работать с другими ну в любом случае хорошо перфект мани тоже видимо поняли что перегнули палку и как говорится все все откатили обратно также опять же это самый такой момент небольшой те участники которые в общем-то давно уже супер копилки я даже себя в это число скоро четыре года будет после того как я перешел на них смолил так у меня уже нет никакого желания возвращаться почему потому что ну если перфект мани уже поступил проектом супер копилка то есть он естественно уже потерял как бы подмочил подмочил себе репутацию будем так говорить проблем никаких нет процента те же самые до верификации на них см они не требуются не надо заморачиваться с документами зато перфект мани там у себя да это старая как бы платежная система которая вроде бы то на просторах интернета имеет авторитет зачем видимо посчитали себя очень крутыми да мы сейчас мы сейчас научим вас родину любить да также как перед также как переходный вариант супер копилка будет переходить на стейбл коина в ближайшее время мы подключим возможности ввода и вывода через различные стейбл коины то есть я так понимаю так и через криптовалюту на участники смогут использовать все те же обменники которыми они пользовались и ранее и обменивать стейбл коин по приемлемым для них комиссиям и пополнять балансы своих личных кабинетов супер копилки для наших участников мы разрабатываем все необходимые инструкции по использованию и сможем продолжить спокойно работать дальше ну что ж отлично когда если будут добавлены дополнительные варианты ввода вывода и тем более в крипте это хорошо стратегия пассивного дохода двадцать первом году стратегия пассивного дохода закольцовка стала значительно популярнее и востребовании ведь пассивный доход это основной продукт сообщества а получение пассивного дохода это главная цель каждого участника благодаря калькулятору стратегий 3514 участникам были произведены расчеты для участия в акции грант на развитие пассивного дохода ну на твой взгляд то есть хотя есть разные программы есть и депозит есть и цель есть рантье но в общем то насколько я вижу все таки в основном пользуются популярностью именно депозит вот что ты можешь сказать о популярности разных программ я сам тоже пользуюсь разными программами использую скажем так каждую из этих программ по мере необходимости основное это конечно депозит я пользуюсь депозитами все остальные программы но это же по мере надобности если вдруг в данный момент мне какая-то необходимость возникла воспользоваться другой программ когда да я ею воспользуюсь а так без надобности в общем-то я не пользуюсь лично опять же у каждого вкус и цвет свой да кому-то сладко нравится кому-то соленый поэтому каждый строить стратегию по-своему кто-то кому-то нравится цели я знаю только цели не строят депозитами просто добавляют чуть-чуть там не хватит для того чтобы карму там забить и так далее а как основные программы устраивают цели я говорю пожалуйста супер копилка как бы ограничений никаких не стоит пользуйтесь тем что вам нравится хочешь депозиты пожалуйста хочешь целями пожалуйста выставлять выстраивай свою собственную стратегию на свое усмотрение всеми доступными способами и программами понятно дальше сообщение службы безопасности проекта служба безопасности за 2021 год выявила 910 нарушений правил супер копилки пункт 2 и 3 не помнишь что это за пункт хорошо тогда тебе задание найти что это за пункт и заодно посмотрим обработала и подтвердила десять тысяч триста пятьдесят четыре заявок на вывод поданных участниками обработала и подтвердила заявок на верификацию пять тысяч четыреста тридцать пять отменено восемь тысяч девяносто семь выявлено 30 мульти аккаунтов все-таки кто-то пытается создавать мульти аккаунты но каждый считает умнее хитрее хорошо так техническая поддержка за 2021 год технической поддержкой была обработана 31 тысяча восемьсот пятьдесят шесть обращений поступивших техническую поддержку 20 тысяч девятьсот тридцать один получено обратной связи по обработанным обращениям от участников ну что молодцы работа идет адаптация графика выплат за 21 год было проведено 13 профилактических адаптаций участники сообщества своевременно поднимают карму до ста процентов и более используя рекомендации по подготовке личного кабинета к адаптации поэтому все выплаты участники получают запланированный срок индикатор показывает точный прогноз благодаря формулам расчета кармы к с в з и к с в его напомни пожалуйста это аббревиатуры что означают коэффициент своевременного взноса защитный и коэффициент своевременного взноса общий общий рассчитываются более точно каждый раз сразу после проведения до адаптации графика выплат как только завершается очередная адаптация графика выплат производится точный расчет ксв эти данные сразу вносятся в график адаптации карма в личном кабинете при нажатии на показатель кармы на главной странице в личном кабинете виджет адаптация автоматически открывается страница расчет кармы где вы сможете увидеть подробные данные по показателю так ну по данному разделу есть что добавить в принципе тут все компактно написано вопросов нет пока это сама такой вот и переходный период у нас давайте как раз вспомним про пункт 2.3 да нашел личное участие возможно только личное участие только личное принятие решений и прямое общение с представителями супер копилки без посредничества каких бы то ни было третьих лиц это как раз пункт 2.3 то есть нарушено было личное участие то есть получается это когда кто-то от имени какого-то человека в его кабинет совершал действия так что друзья еще раз обращаем внимание на это и понятное дело может быть человек руководствовался лучшими побуждениями что я хочу помочь и так далее но это запрещено правилами поэтому ну относитесь к этому серьезно муж и жена например участвуют имеют один кабинет уехал как командировку вывести деньги и у нас у нас у нас же бюджет общий общий семейный да семейный семейный бюджет да ну вот пока муж комодировки дай-ка я денежки выведу понятно да служба безопасности начеку понятно колесо фортуны для новых участников колесо фортуны для новых участников это ежемесячный розыгрыш денежных бонусов размере 10 процентов от суммы первых взносов по программе финансирования каждый месяц среди участников выполнивших все условия разыгрывается 10 призовых мест все что вам необходимо для участия это создать программы взаимного финансирования в своем личном кабинете на сумму от 100 тет и более и заполнить форму заявки на участие в розыгрыше результаты 21 года 12 проведенных розыгрышей 120 победителей 516 участников приняли участие в розыгрыше 2781 тет бонусов выплачено на счет победителей 136 тысяч 580 тет сумма взносов участниками розыгрыша ты участвовал в таких розыгрышах когда я заходил в проект я заходил 20 долларов и на какой момент я зовем первый да конечно был момент когда я заводил там было время и по 400 то есть крупные суммы лично я не помню участвовал я в этом или нет я я не мог большие суммы для меня проблематично я заводил по 20 50 долларов заводил с какой момент я довел 100 долларов кстати кстати заметь действительно супер копилка удобно тем что в отличие от каких-то допустим инвестиционных проектов где там например минимальный пакет 100 долларов да здесь получается очень удобно появились у тебя там свободные 10-15 долларов и ты можешь их добавить также участвовать можно любыми суммами участвовать можно любыми но я говорю я лично в своем участии я не помню чтобы я воспользовался этой функцией ну а так да вот сейчас вот когда я уже финансовый консультант и сейчас когда регистрируются новые участники ну стараемся как только участник взнос делает что-то и более когда подавать заявку вместе с ним в кабинете от его естественно из его кабинет чтобы он лично подал заявку и чтобы он участвовал опять ждал 12 проведенных розыгрышей 120 победителей естественно вниз все 100 процентов выигрывают и и получают призы от этого самого колеса партнер естественно какой-то процент от этих людей хорошо когда действительно если человек подал заявку участвовал и что-то получил да такие моменты очень часто встречаются и такие вещи происходят и новому участнику который решился сразу минимум 100 долларов завести конечно ему это будет приятно ну а когда на балансе несколько десятков тысяч долларов сами понимаете как-то интересно становится это хорошо следующий раздел продвижение супер продвижение проекта концу 21 года разработал план по запуску маркетинговых исследований для более мощного продвижения супер копилки будет расширен штат сотрудников открыта новая вакансия помощник маркетолога созданы и подготовлены новые аккаунты фейсбук и инстаграм для продвижения сообщества в этих соцсетях раздел рекламные материалы наполнился еще большим количеством материалов которые помогают партнером привлекать новичков супер копилку подготовлено много новых баннеров графики также начали разрабатывать графику в формате stories для соцсетей в планах разработка лендингов и видеороликов но вот в плане видеороликов тут я как блогер всегда обоими руками за чтобы было более как больше качественных таких видеоматериалов в принципе да вот супер копилка уделяет большое внимание и именно оказанию помощи всем участникам кто имеет там свои блоги свои сайты именно насыщением материалов уже готовыми материалами да потому что не не у каждого есть достаточно знаний там и навыков чтобы сделать качественный видеоролик а здесь очень в общем-то и качественно сделано качество материала вот эти вот рекламу можно просто на своей странице какие-то баннеры установить или там ну везде где угодно поэтому это очень выгодно это оказывает большую помощь и участникам и блогерам ну я думаю все да книга в прошлом году нашей книги технология создания денег исполнилось четыре года за 2021 год сайт книги посетили двенадцать тысяч восемьсот девяносто шесть человек при этом количество скачиваний книги составила 2080 ну я и прочитал книгу я и посмотрел видео на снятое на основе книги я два раза посмотрел видео в принципе очень познавательно поучительно и как говорится знаний лишних не бывает знаний денег лишних не бывает отзывы участников сообщества в рамках акции получи бонус за отзыв в двадцать первом году участники активно помогали расширению и распространению сообщества супер копилка на просторах интернета участниками записано распространено тысяча шестьсот девяносто один текстовых отзывов двести восемьдесят пять видео отзывов семьдесят девять фото отзывов участники а получили бонусов за отзывы на сумму пятнадцать тысяч шестьсот это опять же еще один вариант заработка дополнительный да можно на пассиве а можно собственно писать отзывы и тоже зарабатывать дополнительные деньги для получения своих же выплат или дополнительные средства для вывода на свой кошелек точно возможности много да разные варианты сотрудничества и заработка статистики за 2021 год все участники активно создавали программы взаимного финансирования применяя стратегию пассивного дохода за кольцовка данные по созданным программам за 21 год количество созданных программ финансирования цели триста сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь программа при умножении депозит тысяча двести семьдесят три сто шестьдесят пять миллион миллион двести семьдесят три тысяча сто шестьдесят пять программа пассивного дохода рантье 32 тысячи двести пятьдесят четыре ну здесь действительно по этим цифрам видно что депозит намного превышает другие программы вот кстати рантье конечно видно что очень немногие до тридцать две тысячи вот ну рантье идет как бы дополнительная программа я тоже создаю довольно таки можно сказать часто она идет как бы ну плюсом к чему-то какой-то программе то есть для того чтобы какой-то довершить результат достичь какого-то результата довершить этот результат именно с помощью программы рантье она популярная но просто скажем так он пользуется необходимых случаях также в общем-то и целями цели делает своими основными программами а кто-то делает своими вспомогательными дополнительными депозитом потому что на вкус и цвет товарищи нет самая популярной программой финансирования в двадцать первом году стала программа депозит количество созданных программ в сравнении с двадцатом годом увеличилась в три раза помимо количественных показателей по программу финансирывания спешим поделиться с вами данными по количеству и суммам выплат участникам нашим сообществом за 2021 год. Сумма выплат на балансы участникам составила 91 669 762 тета. Это очень серьезная сумма. 91 миллион. И не рублей, а зеленых рублей. Да, это круто. Итоги. Ушедший 2021 год как для сообщества, так и для участников был интересным и плодотворным. Сообщество преодолевает препятствия и стремительно движется вперед к поставленным целям. На 2022 год команда Суперкопилки ставит еще более амбициозные цели, которые только вместе с вами, наши участники, мы сможем воплотить в реальность. С уважением. Команда Суперкопилки. И вот здесь красивый баннер внизу. Достижение Суперкопилки за 2021 год. Ну, Геннадий, на твой взгляд, в 2021 году действительно было, если подытожить все, что мы озвучили, 2021 год, на твой взгляд, был успешным для Суперкопилки? Ну, если даже учесть такие моменты, как пандемия, кризис во всем мире, другие какие-либо катаклизмы, и если посмотреть на статистику развития Суперкопилки за предыдущий год, то можно четко увидеть, что именно за 2021 год был больший рост, большее развитие Суперкопилки. Поэтому я могу сказать, что тенденция и развитие Суперкопилки будет, естественно, дальше и увеличиться, и продолжаться, и развиваться. И если Суперкопилка способна легко преодолевать мировые кризисы, которые вообще на нее не влияют. Сколько сейчас, у меня просто очень много товарищей, которые имеют свои бизнесы, предприниматели, им сейчас очень нелегко. Я с ними общаюсь, но, правда, они пока от интернета доходов далековато, пока они рассматривают. У них вот почему-то все такое приземленное. Приземленные вопросы, они готовы рассматривать. А что-то там в интернете, они даже серьезно такие вещи не воспринимают. Хотя им показывают, ну вот, вот смотри, вот я получаю. То есть, не просто слова, но, тем не менее, они вот делятся со мной информацией, то, что у них там с бизнесом происходит, действительно, им тяжеловато в данный период. А здесь Суперкопилка не просто как бы сбавила там, допустим, темпы или еще что-то, а наоборот, еще больший рост по сравнению с прошлыми годами. Еще большее развитие по сравнению с прошлыми годами. Поэтому можно только восхищаться и командой, и самой идеей создания Суперкопилки. Это только подлежит восхищению, я так считаю. Молодцы. Да, в общем-то, мы сегодня обсудили, много было достигнуто. И, в общем-то, если подытожить все, ну, выбрано правильное направление развития, ну, остается только пожелать дальнейшей успешной работы и процветания. Спасибо, Геннадий, за то, что присоединился, и мы вместе с тобой обсудили достижения за 2021 год. Будем надеяться, что 2022 станет еще более успешным. Ну, будем предлагать все усилия, чтобы наш проект, в котором мы участвуем, это уже становится родным проектом, да, это уже как бы свой собственный проект, да. Когда долгое время человек участвует в проекте, уже, я вот просто смотрю, даже по чатам многие пишут, любимая Суперкопилочка, там еще как-то, еще как-то, дорогая Суперкопилочка. То есть люди уже себя считают частью, частью этого глобального проекта, который работает, несмотря ни на какие там внешние казусы, там еще что-то, работает, платит своим участникам стабильно, без всяких там вопросов и проблем, и радует своих участников именно хорошим ростом, хорошим процветанием, ну и хорошей командой. Спасибо тебе, Геннадий. И, друзья, я хочу тоже порекомендовать Геннадия как действительно профессионального консультанта, потому что за время знакомства с Суперкопилкой я понял, что от грамотности консультанта действительно многое зависит, успешность именно сотрудничества с Суперкопилкой, потому что те, кто делают неправильно, совершают ошибки, бывает, разочаровываются Суперкопилки и уходят. И даже вот мы слышали, Геннадий сам про себя сказал, что за время начальной работы тоже там делал определенные ошибки. Так вот, если вы хотите начать правильно и успешно и получить именно позитивный опыт, и как правильно ты, Геннадий, сказал, что можно в Москву, например, напрямую приехать, кратчайшим путем, а можно там, так сказать, куролесить, там по разным этим крюки делать, да, вот получается, именно под грамотным руководством вы сможете достичь ваших целей намного быстрее и комфортнее. Ну, я в свою очередь тоже хочу отметить Андрея. Он довольно-таки недавно только зарегистрировался, довольно-таки быстро разобрался в проекте, уже уверенно идет вместе, скажем так, в одном направлении со всем сообществом. Он прекрасно понимает механику, прекрасно понимает все процессы, которые происходят и внутри кабинета, и внутри там чата, везде. Поэтому я вам рекомендую в качестве партнера, который способен уже самостоятельно консультировать, даже несмотря на то, что он недавно только дорегистрировался, но уже, в принципе, уже освоил в полном объеме весь функционал Суперкопилки. Так что рекомендую, имейте в виду, держитесь за него, не отпускаете. Да, мы сейчас, собственно, уже помогаем, постепенно растет наша команда, мы помогаем людям. И как раз программа СтопСкам, которая практикуется в Суперкопилке, предлагается, потому что много подписчиков моего канала поучаствовали в каких-то проектах, которые закрылись, и в Суперкопилке есть возможность получить как раз компенсацию своих потерь в разных проектах. Если вам нужно больше деталей, как это все будет работать, каким образом такую компенсацию можно получить, то обращайтесь либо ко мне, либо к Геннадию. Наши контактные данные видите либо на экране, либо под этим видеороликом. Спасибо большое, Геннадий. Спасибо, что присоединился. Мы обсудили эту статью. Всем пока, друзья. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.